Библейский портал экзегет.ру представляет 24 глава первой книги Парли Памэннен или Хроник. Я читаю перевод Российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну и мы с вами видели только что перечень левитов в предыдущей главе, левитских родов точнее, а точно так же как в начале этой книги все человечество, народ Израиля, потом самое главное левитский клан или колено, или племя. И здесь то же самое. Вот сначала левитское племя и левиты, которые служат при храме, потом те, кто заняты самым ответственным в этом колене или племени. А именно вот потомки Аарона и их распределение. У Аарона были сыновья Надав, Авиут, Элеозар и Тамар. Надав и Авиут умерли прежде своего отца, и детей у них не было. Интересно, что там целая история была же, вот в книге «Исход» это описано, и в числах упомянуты они, и они были людьми, которые умерли, потому что принесли перед Господом огонь чуждый. Мы не очень понимаем, что это, какой-то, может быть, языческий элемент был внесен. Но книга не обращает на это внимания. Она вот посвящена тому, чему она посвящена, вот храму прежде всего. Откуда возник храм, какова его роль, как там все устроено. Поэтому священниками стали Элеозар и Тамар. Напомню, что священство наследственное, да, то есть только потомки Аарона, соответственно, вот через этих двух его сыновей могут быть священниками. Давид, цадок из рода Элеозара, и Ахимеллах из рода Итамара, царь Давид и два священника, разделили потомков Аарона на отряды в соответствии с их обязанностями и служениями. Тоже важно упорядочить. Вот есть некоторая группа довольно большая, переходящая по наследству, да, к потомкам. У них есть определенные права и обязанности, но не всей же толпой они будут, кто когда захочет, тогда порядка никакого. Потомков Элеозара и их предводителей оказалось больше, чем потомков Итамара. Деление было следующим. У потомков Элеозара 16 предводителей по числу родов, у потомков Итамара 8. Распределение отрядов совершалось по жребию, потому что все они, и те, кто происходят от Элеозара, и те, кто происходил от Этамара, были начальниками в святилище, начальниками божьими. Значит, никакого вот выгораживания своих, да, в клановом обществе, как это обычно бывает. Ну вот, есть какой-то начальник, и он своих пристраивает, да, свою деревню, свой клан. Нет. Подчеркивается, что это жребие, а жребие он свыше. Шамая, сын Натанела, писец из левитов, занес их в список присутствия царя, предводителей, священника Цадока и Ахимеллаха, сына Вавиафара, а также глав священнических и левитских родов. Выбирался род из потомков Элеозара, выбирался род из потомков Итамара. То есть при вот всем этом стечении, да, какой-то жребий бросали, и мы слабо себе представляем, вот как жребьевка происходила. Вероятно, было много похожих предметов, каждый из которых, может быть, нес надпись или был каким-то иным образом связан с определенным родом левитским, да, и вот его там выбрасывали, допустим, из какого-нибудь мешочка. Ну, я просто фантазирую, но примерно так это обычно и бывало. Первый выбыл жребий Иехуяриеву, второй Иедае, третий Хариму, четвертый Сауриму, пятый Малкия, шестой Миямину, седьмой Хакосу, восьмой Авия, девятый Иисусу, имя довольно частое, десятый Шахании, одиннадцатый Ильяшиву, двенадцатый Якиму, тринадцатый Хупе, четырнадцатый Ешававу, пятнадцатый Белге, шестнадцатый Меру, семнадцатый Хезиру, восемнадцатый Хапицецу, девятнадцатый Петахи, двадцатый Иезекиилю, тоже имя нередко, двадцать первый Яхину, двадцать второй Гамулу, двадцать третий Делое, двадцать четвертый Маазии. Зачем нам это знать, что двадцать четвертый был Маазия, а тринадцатый Хупа? Ну, абсолютно нам ничего не дает. Нам нет, им давало, потому что восстанавливая храм, восстанавливая богослужение после возвращения из плена, они, соответственно, выстраивали все, как оно должно быть, да, и вот все упорядочено, все на своих местах. Остальные потомки левее. И сыновей Амрама, то есть те, кто не вошел вот в эти двадцать четыре группы. И сыновей Амрама Шуваэла, сыновей Шуваэла и Яхдея, от Рихави, сыновья Рихавя, и Шия его первенец, сын Ицхари, Шеломот, сыновья Шеломота, Яхат, сыновья Хевроны и Яри, его первенец, Амария, второй, Яхазиел, третий, и Якамам, четвертый. Сыновья Узиела, Михей, сыновья Михея, Шамир, брат Михея, Шия, сыновья Иши, Захария, сыновья Мерари, Махли и Муши, сыновья Яазии, Бено, потом Кемерари, сыновья Яазии, Бено, Шохам, Закура и Ври. У Махли был сын Илеазар, но у того не было сыновей. Акиши, сыновья Киши и Рахмел, сыновья Муши и Махли, Эдера и Еремот. Ну вот, то есть, кто где, да, все понятно, эти получили какие-то назначения, а другие тоже относятся к левицким родам, но не получили этих назначений, значит, они, что называется, кадровый резерв. Это левиты их роды. Они тоже бросали жребий, как и их собратья, потом Кеаронов, присутствие царя Давида, Цадока и Ахимеллаха, а также глав священнических и левицких родов, причем старшие роды делали это наравне с младшими. То есть, ну, как всегда, кто-то знаменитый, кто-то нет. Вот у меня фамилия Десницкий, а есть это Десница правая рука, а есть Шуйский, Шуйский это левая, но Шуйский знаменитый род, а Десницкий совсем нет. Вот мы бы бросали с Шуйскими наравне жребий, если бы мы были левитами при царе Давиде. Но с тех пор, конечно, очень многое изменилось. Почему здесь эти детали? Я так, может быть, смеюсь, но тем не менее. Потому что крайне важно показать, это не человеческое установление. Это не то, что вот какой-то род возвысился, а вот давайте все наши будут священниками, а остальные будут им служить. Нет. Господь пожелал присутствовать среди своего народа каким-то символическим образом. Должен быть построен храм. Храм — это большое сложное сооружение, в нем есть разные служения, разные люди на это назначены. Это передается по наследству. Но выбор конкретных служений от Бога, по жребию, и все те, кто возглавляют народ, все те, кто возглавляют эти священные союзы, они должны это засвидетельствовать, что это навсегда и что это непроизвольно. Перечень незакончен, он продолжится. В следующей 25 главе.